В моменте ЮНЕСКО говорилось о необходимости охвата всех разновидностей информации. Вот вы видите на экране перечисляется то, что медийная информационная грамотность охватывает самые разные источники информации и самые разные социальные институты. И здесь я обращаю ваше внимание, что в ряду вот этих важнейших социальных институтов, которые тоже влияют на медийную информационную грамотность, это не только медиа, не только журналисты, но и библиотеки, соответственно, библиотекари, архивы, архивисты, музеи и музейные работники. И еще несколько слов для понимания того, что какие идеи мы заимствовали, потому что дальше буду говорить о собственном опыте, вот особенно какие идеи ЮНЕСКО по медийной информационной грамотности для нас были важны. Если обратиться, собственно, к трактовке вот этих важнейших пяти законов, я не буду подробно о них говорить, я только выделю ключевые понятия очень важные. Вот в законе первом еще раз обратите внимание, что речь идет о том, что важнейшими поставщиками информации являются не только вообще коммуникация, но библиотеки, средства медиа, технологии, интернет, и все они признаются как равноправные и важные. Вот это очень важное было для нас осознание, роль библиотек, в частности, в этом вопросе. Принципиально важно, так сказать, понимать закон 3, обращать на него внимание. Вот это было, на мой взгляд, очень четко сформулировано в 2018 году, что информация, знания и сообщения не всегда нейтральны или беспристрастны, что мы живем в мире информации, которая может быть и не только неоднозначной, но и ложной. И, наконец, как для педагога, который много лет проработал в вузах, для меня было, и как для исследователя, важен закон 5. Посмотрите, это важнейшее для понимания вообще нашего подхода тезис. Медийная информационная грамотность не приобретается одномоментно. Вот это, я считаю, очень важный теоретический постулат, что нельзя за 5 минут научить сложнейшим вот этим интеллектуальным процедурам работы с разнородной, противоречивой информацией. Что вот из этого для меня вытекает важный постулат о необходимости системного подхода к решению этой проблемы, насколько она сложна и многогранна. И еще одна важная идея, на которую мы обратили внимание и уделяли особое внимание. Вот здесь я на этом слайде перед вами приводится программа, важнейший документ, на который ориентируется любой человек в мире, который реализует идею ЮНЕСКО по медийной информационной грамотности. Слева мы видим программу для педагогов, а справа, ну и программа, как вы помните, была издана в 2011 году, переведена на 30 языков, по-моему, мира сейчас. И справа вы видите на экране такой документ, как политика и стратегия формирования, руководство по формированию медийной информационной грамотности. Какую же идею, так сказать, подчеркивает ЮНЕСКО в этих документах? Вот посмотрите, первый тезис. Необходим гибкий подход к использованию программы и ее адаптация к особенностям каждой конкретной стороны. Это очень важная мысль, потому что нельзя механически перенести то или иное руководство применительно к конкретной стороне. Вот занимаясь практикой, не будучи только, так сказать, кабинетным ученым, я необычайно остро поняла вот эту идею, когда работаешь совершенно с конкретной аудиторией, с конкретной возрастной и профессиональной аудиторией. И посмотрите, вот вторая цитата, которая из руководства по политике и стратегии, что нельзя ориентироваться на транснациональные явления вообще в условиях глобализации, что следует обращать внимание на национальные и региональные различия. И, соответственно, вот продвигая идею медийной информационной грамотности, мы должны об этом помнить, на мой взгляд. Ну и теперь, готовясь к этой лекции, конечно же, мы посмотрели, решили посмотреть, что делается. Мы знаем хорошо материал в Узбекистане, но нам хотелось посмотреть то, что позволяет найти интернет, какие документы есть, по крайней мере, доступные нам на русском языке. Посмотрите на результаты нашего анализа. Разумеется, я не претендую на то, что это исчерпывающий анализ, но вот мы хорошо изучили пособия, которые появились под эгидой ЮНЕСКО в Казахстане и Узбекистане. Обращаем ваше внимание на то, как они называются, и прошу вас обратить особое внимание на категории, то есть мы особо выделяли категории, на кого ориентировано каждое из пособий, вот как это формулируется. Вот в первом случае это «Женщины и молодежь», это пособие, которое вышло в Алма-Аты по медийной информационной грамотности. В Узбекистане два пособия мы обнаружили для журналистов и преподавателей журналистики, а также на журналистов и на студентов. За последние годы, отмечу тоже, хотя это, конечно, не исчерпывающий анализ, но вот наше внимание привлекли публикации научные, которые появились именно по продвижению медийной информационной грамотности в Центральной Азии. И вот первый сборник отражает проект, который был реализован Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании в Москве, и, соответственно, такой проект одноименный. И в этом сборнике, который здесь приведен, мы, в частности, обнаружили статью специалиста из Казахстана и из Кыргызстана об опыте продвижения медийной информационной грамотности. Есть коллективная монография под редакцией Александра Викторовича Федорова. Это профессор российский, много лет занимающийся медиаобразованием. Обзор массового медиаобразования в странах СНГ, и там целый раздел по Центральной Азии. И вот мы обнаружили еще сборник, который издан в Алма-Аты. Говоря, возвращаясь к ключевой идее, к учебной программе медийной информационной грамотности, как пилотной модели интеграции, хотелось бы подчеркнуть и, так сказать, важность вот этого аспекта необходимости интеграции и проблему сразу, которая возрастает. Что, как мы видим, здесь реализуется, как вот из этой цитаты ясно, что речь идет об интеграции понятия медийная информационная грамотность, а это значит конвергенция, так сказать, сведений, знаний из самых различных областей знания. И следующий слайд, как нельзя лучше, сейчас я, так сказать, покажу, раскрывает проблему, проблему именно интеграции. Посмотрите, в программе ЮНЕСКО по медийной информационной грамотности впрямую используется понятие «зонтичный термин». То есть медийная информационная грамотность трактуется как широкое, емкое понятие, которое словно зонтик покрывает 12 видов грамотности, которые перечислены. И когда приступаешь к практической работе, то есть как бы формально понятно, что современный человек, конечно, должен владеть и цифровой грамотностью, и новостной, и кинограмотностью, и всеми перечисленными. Но здесь возникает сразу же вопрос, а как? Как вот эти разные предметные области интегрировать и каким образом, так сказать, обучать медийной информационной грамотности, чтобы в результате получился какой-то целостный совокупный результат? Вот эту проблему мы очень хорошо осознали. И дело в том, что наши занятия медийной информационной грамотностью истоками уходят к работу с Российским комитетом программы ЮНЕСКО «Информация для всех», который долгие годы возглавляет Евгений Иванович Кузьмин. Именно он нас привлек к этой работе. И когда, вот будучи редактором русского перевода, научным редактором русского перевода этой программы, я увидела, насколько эта идея медийной информационной грамотности может быть полезна нам. Дело в том, что мы до этого занимались и сейчас занимаемся. Мы – это небольшой научный коллектив исследований информационной культуры. И вот дальше я хочу вам показать, как идеи медийной информационной грамотности нами были освоены, усвоены, и как мы их использовали в уже существующем учебном курсе, который нами разработан был по информационной культуре. Дело в том, что информационной культурой мы занимаемся уже более 20 лет, и в рамках этих занятий у нас сформировано и понятие дано информационной культуры личности. То есть я хочу сказать, что в России, конечно, хорошо известны понятия медийная грамотность, информационная грамотность и медийно-информационная грамотность, но есть традиция такого направления, как информационная культура личности. Тоже интегративное понятие, которое отражает вот все те признаки, которые вы видите на экране. И здесь образ древа символизирует способность человека владеть и медийной информационной грамотностью, то есть это корневая система, и информационным мировоззрением. И, конечно, смысл информационной культуры – это создание человеком самостоятельных результатов, плодов работы с информацией. И когда возник вопрос о том, а как идеи ЮНЕСКО влияют на то, что у нас уже имеется, на концепцию, понятие информационной культуры, то в результате проведенного анализа нам показалось возможным вот таким образом упорядочить понятие, что информационная культура личности, как широкое и емкое понятие, вполне, так сказать, включает в свой состав медийно-информационную грамотность, это базовое такое, так сказать, понятие, дополняется информационным мировоззрением и вписывается в систему культуры, сначала личности, затем культуры. И для нас принципиально важно, потому что мы разделяем вот этот культурологический подход, вот видим сейчас существующую опасность технократизации, противопоставление гуманитарной и технократической составляющей. Мы, так сказать, против разрыва культуры технократической и книжной. И поэтому мы концепцию информационной культуры взяли за основу, а дополнили ее, так сказать, тем, что дает концепт медийная информационная грамотность. Но для того, чтобы это сделать, пришлось провести очень большое исследование. Дело в том, что курс, который мы предлагаем по информационной культуре, включает четыре раздела. Мы многократно этот опыт описывали, но очень коротко скажу, что для того, чтобы человек был медийно-информационно грамотным, он должен знать те информационные ресурсы, которыми имеются в обществе. Он должен уметь ориентироваться в этом лабиринте гигантском современной информации. Он должен уметь отличать зерна от плевел, то есть анализировать и критически оценивать информацию и уметь владеть технологией подготовки какой-то самостоятельной информационной продукции. Это было все хорошо известно. Но стала задача дополнить, ведь если мы говорим о медийной информационной грамотности, то у нас информационная-то была отражена. А вот медийная составляющая, вот это пришлось проделать огромную исследовательскую работу с тем, чтобы каждый из разделов нашего курса был дополнен важнейшими понятиями, которые несет как раз программа ЮНЕСКО по медийно-информационной грамотности и то, что связано с медиа. Я не имею времени подробно рассказывать, я просто у вас перелистываю на ваших глазах, что вот каждый раздел мы дополнили важнейшими понятиями. Ну, в частности, вот особо не могу не сказать о разделе третьем, когда был использован материал, ранее не включавшийся в программы по информационной культуре и информационной грамотности. Это медиатекст, его виды и свойства, декодирование медиаинформации, методика критического анализа. То есть это огромное направление, которое обогатили наш курс. Еще один постулат, который мы развиваем, что продвигая медийно-информационную грамотность в рамках информационной культуры личности, нельзя действовать, так сказать, не используя дифференциаций. То есть должна быть четкая ориентация на возраст, на конкретную категорию, на вид деятельности. И сохраняя неизменной вот эту логическую структуру курса, мы, так сказать, идем к тому, чтобы каждое учебное пособие, которое мы создаем, было четко ориентировано на специфику возраста, на особенности занятий. И вот иллюстрация, которой мы очень часто пользуемся, это принцип, так сказать, русских матрешек. То есть, если переходить на научную терминологию, это принцип системности, целостности, так сказать, и совместимости. В результате использования идеи ЮНЕСКО медийно-информационной грамотности нами были дополнены, разработаны ранее учебные пособия для учащихся средней школы общеобразовательной. То есть мы сделали целую линейку с первого по... Сейчас заканчиваем вот одиннадцатый класс. Отдельно у нас было создано пособие для студентов вузов культуры и отдельно создано пособие для библиотекарей. И для того, чтобы еще четче вам показать вот направленность наших практических результатов, а они все были, конечно, предварительно проходили апробацию и в соответствующих школах, библиотеках, колледжах, то таким образом, что в результате у нас создано? У нас есть учебно-методические комплексы. УМК – это учебно-методический комплекс, то есть о них сейчас моя коллега расскажет подробнее. С первого по девятый класс они существуют реально. Отдельно у нас создано пособие для студентов вузов культуры. Это совершенно, так сказать, особое издание. Есть жанр... Отдельно пособие для библиотекарей. И еще по просьбе, так сказать, Ассоциации Школьных Библиотек Русского Мира было создано пособие «Пятиминутки информационные», посвященное обучению учителей и библиотекарей, как вести не урок по медийно-информационной грамотности, а проводить вот за пять минут важные занятия. А сейчас позвольте предоставить слово моей коллеге, моей ученице Елене Витальевне Косолаповой, которая вместе со мной является автором-разработчиком учебных пособий для общеобразовательной школы и которая, кроме того, что автор-разработчик, все эти годы входила в класс, начиная с первого по старшие классы и вела уже уроки по этим учебным методическим комплексам. Елена, прошу вас. Рассмотрим структуру данных учебно-методических комплексов. Каждый УМК в своей структуре содержит учебную программу, конечно же, курса, методические разработки уроков, то есть полные тексты уроков от «Здравствуйте, ребята!» до «Закрешите домашние задания», содержащие рекомендации учителям. Также УМК содержит контрольно-измерительные материалы в виде тестовых заданий, которые адаптированы к особенностям возраста. Это словарь, который содержит определение основных понятий курса, также переработанных нами в соответствии с возрастом. И к каждому УМК прилагается архив на CD-диске, а в последнее время с последним УМК мы перешли уже на облачное хранилище. Данный архив содержит презентации к каждому уроку, напомню, многочисленными визуальными образами, чуть позже мы про это поговорим. И также содержит приложения с разработанными специально под уроки, учебными текстами, подобранными специально фрагментами справочных изданий, подобранными различными видами медиатекстов и многое другое. Для успешной и эффективной подготовки и проведения занятий по информационной культуре необходимо учитывать определенные принципы, конечно же, в соответствии с обязательным учетом возрастных психофизиологических особенностей учащихся. Во-первых, конечно же, мы провели адаптацию всех определений понятий, которые фигурируют в учебных пособиях, учебных комплексах, поскольку те определения, которые можно найти в справочных изданиях, энциклопедиях, не соответствуют возрасту учащихся и сложны для понимания. Соответственно, если для старших подростков мы, например, можем говорить о том, что информация – это средняя об объектах, явлениях, их свойствах и состояниях, для младших школьников – это совершенно непонятно, поэтому всю информацию необходимо перекладывать на максимально простой и понятный язык. Конечно же, донесение информации, донесение материала курса невозможно без визуализации информации, без визуальных образов. Мы используем разные способы визуализации в зависимости от классов и возраста обучающихся. При использовании всех визуальных образов мы, конечно же, ориентируемся на уже имеющиеся, у учащихся опыт и знакомые им объекты, знакомые им сведения. Так, например, в первом-втором классе мы используем часто визуальные образы, взятые из русских народных сказок и российских мультфильмов. Так, например, в уроке, посвященном правилам информационной безопасности, мы используем такую ассоциацию. Интернет подобен лесу. В нем можно встретить как добрых персонажей, так и злых. Что неправильно сделала Красная Шапочка? Она рассказала информацию о себе, о своей бабушке, указала путь волку. Она разгласила личную информацию. Так и в интернете. Если мы будем разглашать информацию о себе, либо о наших родственниках, о наших друзьях, это может кончиться чем-то нехорошим. Ей могут воспользоваться злоумышленники. В третьем-четвертом классе визуализация идет на усложнение. Мы используем уже анимацию. И также приводим такие объекты, которые хорошо знакомы учащимся. В данном случае, вот на этом примере, мы показываем такое сложное абстрактное понятие, как анализ, в виде самолетика из лего, который разделяется на части, каждая часть изучается, и затем из этих частей синтезируется уже какой-то новый объект. В пятом-седьмом классе визуализация основана на... В качестве объекта визуализации мы используем фотографии, а также каких-то объектов, каких-то явлений, которые хорошо знакомы учащимся. Так, например, в уроке, посвященной рекламе, мы используем фрагменты максимально ярких реклам, которые могут заинтересовать, обратить свое внимание учащихся. Ведь каждый учащийся, каждый ребенок сейчас смотрит телевизор ежедневно, смотрит видеозаписи в интернете, и все это, все эти видеозаписи сопровождают рекламу. И мы показываем, какие приемы и манипуляции могут использовать создатели рекламы для того, чтобы побудить в нас желание приобрести тот или иной товар, не задумываясь часто о его качестве. В восьмом-девятом классе визуализация уже носит схематичный характер, и при помощи нее мы показываем такие сложные достаточно понятия. Вот, в частности, чем отличается понятие копирайта от копипаста, почему копипаст как явление носит вредный характер, что копипаст является практически словно-синонимом плагиата, и почему нельзя брать чужие работы, заимствовать их без указания авторства. Кроме того, кроме визуализации, мы основываемся на принципе ценностном отборе источников информации для обучения. Мы часто опираемся на такие фольклорные произведения, как сказки, небылицы, загадки и так далее. Обращаемся к лучшим образцам отечественной и зарубежной детской литературы во многих занятиях, и при проведении уроков, посвященных подготовке информационных, учебных информационных продуктов, таких как учебный реферат, учебный проект, исследовательский проект, доклад, презентация, мы предлагаем опираться на темы, являющиеся образцами, золотым фондом отечественной и мировой культуры. При проведении занятий, посвященных интернету, поиску информации в интернете, мы, конечно же, рекомендуем приводить максимально безопасные сайты, которые подобраны и ориентированы на детский возраст. Вот, в частности, мы для этого использовали детский поисковый каталог веб-ландер, разработанный Российской государственной детской библиотекой, и поисковый каталог Google, подготовленный корпорацией Google, специально для детского возраста. Мы также основываемся на принципе образования для жизни, то есть навыки, полученные в каждом нашем уроке, затем пригодятся не только в процессе дальнейшего обучения и образования, но и в процессе всей жизни учащегося ребенка. Так, например, мы учим, как правильно составить электронное письмо в соответствии со всеми правилами информационной этики, как распознать ложную фейковую информацию, как отделить истинные новости от фейковых, как распознать попытки манипуляции, как правильно подготовить качественный учебный продукт, учебный реферат, как подобрать литературу, составить текст, отобрать нужные источники и многое-многое другое. Далее передаю слово Наталья Ивановна. Кроме комплекса учебных пособий для школы, то есть с 1 по 9 класс, и сейчас вот до 11 мы делаем, как я уже сказала, есть созданное способие, двухтонное, оно у нас большое получилось, который ориентирован на студентов вузов культуры. И здесь задача была уже профилировать максимально это пособие на те виды деятельности профессиональной, которыми будут заниматься студенты вузов культуры уже в эпоху, выпускники, в частности, в эпоху цифровизации. Не имея времени подробно, я просто вместе с вами хотел бы перелистать это большое пособие, состоящее из шести глав, что, например, в начале дается, конечно, характеристика информационных ресурсов современных, всего их многообразия, и опять-таки подчеркиваю, не просто информационных ресурсов, а связанных с профилем будущей деятельности, то есть в сфере культуры и искусства. И рассматриваются, соответственно, проблемы интернета как источника ресурсов и проблемы информационной безопасности. Вторая часть, глава вторая характеризует алгоритмы поиска на разные виды поиска, от элементарного адресного до сложного тематического и аналитического. И особое внимание, конечно, уделяется поиску в интернете и поиску в электронных библиотеках, опять-таки профилированных на культуру и искусство. Учитывая последние результаты, так сказать, модернизации российской системы образования, в частности, большие проблемы, связанные с чтением так называемых проблемой лонгридов, то есть чтением больших сложных научных текстов, мы особое внимание уделяем вообще анализу и синтезу текста как важнейшим процедурам, так сказать, интеллектуальным. И обращаем внимание на интеллектуальные приемы работы с текстом именно в условиях интернет-среды. То есть различные виды анализа, алгоритмы критического анализа обязательно рассматриваются на текстах, опять-таки, профильных, так сказать, направлением подготовки. Глава четвертая у нас носит такой совершенно для нас инновационный характер, потому что пришлось поднять, освоить и переработать в виде учебного текста материал, связанный с алгоритмом критического анализа медиатекстов. И обратите внимание вот на параграфы 4.3 и 4.4, то, что раньше никогда не включалось в аналогичное пособие. То есть веб-сайты и веб-тексты как объекты анализа и критического анализа и синтеза. И, конечно, такие явления, как веб-райтинг их виды, веб-райтинг и плагиат. И очень большое внимание мы уделяем вообще проблеме информационно-консюмеризма, так сказать, академического плагиата, который захлёстывает зачастую, так сказать, учебная аудитория. Это огромная проблема. Когда информация доступна и можно за 5 минут, так сказать, скопировал-ставил, я думаю, что все преподаватели и старших классов, и вузовские хорошо знают и понимают, о чем я говорю. И, конечно, проблема дезинформации, проблема фейковых новостей уже примитена к профессиональной деятельности. Глава 5 посвящена вот как раз этому прикладному аспекту обучения для жизни. То есть здесь все полученные навыки, здесь акцентируются на том, как это использовать в студенческой исследовательской работе. То есть речь идёт о подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ. И особое внимание мы делаем на технологический подход, то есть как делать конкретно, и уделяем, вы видите, отдельно выделена тема критический анализ выпускных квалификационных работ. То есть вот реальные кейсы, когда студент видит, так сказать, может анализировать и показывать практически, что он компетентен в анализе тех текстов, которые ему понятны, видит недостатки и знает, как их исправить. И шестая глава направлена на освещение технологии подготовки тех информационных продуктов, которые нужны выпускнику вузокультуры. От доклада, мультимедийной презентации, деловой переписки. Особое внимание, вот раз мы уделяем внимание критическому анализу текстов, то это создание текстов оценочного характера. Это все отзывы, рецензии, профессиональные резюме. То есть это полнокровное учебное пособие, которое охватывает широкий комплекс вопросов и профилировано в соответствии с деятельностью будущих выпускников. И таким образом, резюмируя уже подстянувшуюся часть вторую, еще раз хочу сказать, что в результате большой исследовательской работы и экспериментальной проверки идеи медийной информационной грамотности, изложенные в программе ЮНЕСКО, были нами использованы и интегрированы в курсы, учебные курсы по информационной культуре для школьников, для студентов и отдельно для библиотекарей. Эти пособия были изданы. И вот эта работа нам позволила, так сказать, ответить на предложение с большой долей уверенности, которое к нам поступило из представительства ЮНЕСКО в Узбекистане в 2015 году. И так родился по инициативе наших коллег из Узбекистана, родился очень интересный проект, который мы реализуем уже все эти годы, вы видите, период. И я хочу обратить ваше внимание, оценивая, как бы, уже есть время размыслить, оценивая этот проект, я вижу успех его в том, что посмотрите, кто инициировал. То есть перечень этих организаций и замечательных людей, которые стоят, это и представительство ЮНЕСКО в Узбекистане, и Национальная библиотека Узбекистана, и Агентство информации и массовых коммуникаций при администрации президента, и Министерство народного образования. Это очень важно. И какие мы ставили цели? Обучить специалистов. А чтобы обучить специалистов, нужны пособия. А чтобы пособия были понятны, их нужно перевести и адаптировать. Поэтому мы, когда втянулись в этот проект, даже не предполагали всей сложности. И только вот такая слаженная командная работа позволила нам достичь результатов, о которых я скажу позже. Но еще хочу сказать, что успех нашего проекта я во многом связываюсь с тем, что огромное внимание уделяется тому, как организовать его. И вот, в частности, трибуной для продвижения идей стал крупнейший форум в Центральной Азии. Международная конференция Central Asia, которая проходит в Ташкенте или в крупных городах Узбекистана. И там это наша трибуна. Мы много раз уже докладывали там о результатах. Меня всегда поражает, что активно участвуют и телевидение, и радио. И мы публиковали многократно результаты проекта в профессиональной прессе и Узбекистана, и России. В основе у нас тренинг тренеров, такая форма была избрана. Я не буду за неимением времени подробно ее характеризовать. Скажу только одно, что вот эта идея ЮНЕСКО провести по миру в разных странах тренинги тренеров, она очень оправдана. Это очень живая форма. Вот посмотрите, здесь перечислено, что тренинг тренеров – это живая, активная такая совместная работа. Здесь очень важно, чтобы люди, которые получают повышение квалификации, получают новые знания, они одновременно учатся менять роли, работать в команде, выполняют творческие задания. И всегда это очень интенсивная, большая самостоятельная работа. Ну вот небольшую хронологию. Значит, пройдемся, перелистаем страницы этого проекта. Всего прошло три тренинга тренеров. Вы видите, на экране видны годы. И сейчас я как бы в картинках, фотографиях покажу вам и персонажей, и результаты. Первый тренинг – 2015 год. Вы видите перечень регионов Узбекистана. То есть очень важно, что сразу же в Узбекистане было принято решение не сосредотачиваться только на столице, на Ташкенте. Сразу подключались и Каракалпакия, и целый ряд регионов. И вот в первом тренинге у нас мы обучили 20 специалистов. Этого, значит, я скажу еще позже о категориях. Второй тренинг тренеров – идет расширение региональное. Расширение – это было самое большое по числу участников тренинг. И, конечно, я не могу не сказать слова благодарности Национальной библиотеке Узбекистана, директору Меделин Джанне Тешабаевой, за предоставленные просто фантастические возможности технические. То есть скоростной интернет, оснащенный компьютерный класс, прекрасные условия. 2019 год. Здесь специалистов было меньше и меньше областей. Но здесь, как дальше я покажу, очень интересен был состав обучаемых. Посмотрите, теперь с точки зрения очень важно, что в Узбекистане сосредоточили внимание на двух категориях людей, которые могут двигать медийно-информационную грамотность. Это библиотекари, чего вот, когда я говорила о пособиях из других стран Центральной Азии, эта категория не берется в расчет, и преподавателей. Вот конкретно в 2015 году, посмотрите, начали с Национальной библиотеки Узбекистана, Республиканской научно-педагогической, захватили Республиканские информационные ресурсные центры. Для русских слушателей, я скажу, что, для слушателей из России, я скажу, что это аналог нашим областным и краевым библиотекам, крупнейшие центры методические, и преподавателей, ну, в частности, вот Ташкентский университет информационных технологий. Далее состав слушателей расширялся, также библиотекари, преподаватели колледжей, но библиотекари уже идут не только из центральных библиотек, но городские и районные. А вот уже в 2019 году, что очень важно, были подключены уже библиотекари из общеобразовательных, специализированных школ, и было участие учителей и преподавателей вузов. И, конечно, это очень важно, так сказать, опыт такой подготовки библиотекарей и учителей, потому что библиотекари хранят информационные ресурсы, являются средоточием, так сказать, вот этой коллективной памяти человечества. Работа в течение уже продолжительного срока, пяти лет, конечно, высветила целый ряд проблем. И прежде всего, это проблема адаптации. Как сделать, чтобы и народные, как бы пришедшие из другой страны идеи медийно-информационной грамотности была понятна ребенку, подростку, школьнику в Узбекистане? Это очень серьезная проблема. Вторая проблема – это качество ресурсов. На чем учить? Какие электронные медийные ресурсы? И, конечно, качество, так сказать, подготовки профессиональной тех самих тренеров. И за эти годы у нас сложился коллектив. Вот здесь вы видите нас всех, вот слева, так сказать, российские представители, я и моя ученица Елена Косолапова. И справа два замечательных координатора. О них я еще буду говорить, о Феррузии и Веронике, с помощью которых как раз вот эта проблема и решалась. Как же мы решали проблему адаптации? Какой смысл мы вкладывали? Что значит адаптировать идеи ЮНЕСКО и полученный наш учебный материал? Вот очень коротко постараюсь сказать. Вот цель здесь и назначение. Вы видите, адаптировать значит приспособить, сделать понятным. И те пособия, которые мы предложили на русском языке, нужно было и перевести, и не просто механически перевести, а адаптировать для того, чтобы они были понятны узбекским школьникам. Вот немножко для того, чтобы смысл вам сразу станет понятен. Посмотрите, вот для того, чтобы адаптировать текст самих учебников, мы, конечно, обратились к лингвистике, к теории этномаркеров, к теории перевода, где четко сформулированы. Для того, чтобы вот текст, так сказать, стал родным, необходимо, чтобы соответствующий текст был насыщен реалиями культуры, истории той страны, где ведется преподавание. И вот для примера показано, что, конечно же, узбекским школьникам мы должны брать и географические объекты, и персонажей, и знаменитых деятелей, родных им присущих. Конечно, не замыкаться, мы не призываем к национальной замкнутости, но чтобы был такой разумный баланс. Очень важна визуальная адаптация. Ну, посмотрите, ведь сразу ясно ребенку, вот где, так сказать, сказки, русские сказки и где узбекские сказки. Поэтому вот персонажей ведь учить медийно-информационной грамотности нельзя абстрактно, тем более детей, молодежь, которые, так сказать, внимание которых требует ярких образов, динамики и так далее. Поэтому вот визуальная адаптация тоже важна. В итоге, таким образом, прослеживается вот такая цепь влияния программы ЮНЕСКО медийно-информационной грамотности на созданные в России пособия и затем на их адаптацию уже и создание нового комплекса на узбекском языке. И вот я подхожу как раз к характеристике наших координаторов проекта Вероники Сергеевны Ахмедовой, которая, ну, так сказать, мотор этого проекта, ее неординарные управленческие качества, качество менеджера, человека, который может сплотить команду, решить организационно любую проблему. Это чрезвычайно важно. Ее коммуникабельность, доброжелательность. Фируза Турдалиевна Шадманова, педагог, великолепно владеющий информационно-коммуникационными технологиями. Вот именно педагог, знающий язык, без нее мы не могли бы многие сложные ситуации решить, потому что все-таки мы вели преподавание на русском языке. И это я говорю не просто, чтобы сделать комплименты нашим хорошим друзьям. Нет. Я обращаюсь к тем, кто меня слушает не в Ташкенте, что если вздумаете делать такой проект, нужно, чтобы было и сердце, и мотор этого проекта. Люди, которые верят в эту идею, которые увлечены и которые вот как раз двигают дело. И вот эти, на этой высокой, так сказать, ноте я хотела бы закончить изложение нашей лекции и готова впоследствии ответить на все вопросы. Благодарю вас. Наталья Ивановна, Елена Витальевна, спасибо вам большое за такую обзорную прекрасную презентацию, которая вот позволила нашим участникам, уважаемым, которым мы тоже очень рады послушать о ваших наработках научных по результатам нашего проекта. И если вы позволите, мы также представим свою презентацию. С другой стороны, скажем так, река, как это все начиналось и выраздалось в Узбекистане, если вы позволите. Сейчас бы я хотела тоже продемонстрировать свою презентацию. Спасибо. Уважаемые наши участники, моя презентация – это формирование профессиональной медиа информационной компетентности специалистов Центрально-Азиатского региона. Данная презентация в определенной степени была представлена уже на третьем и втором конференции в Кыргызстане, книге «Чтение цитового эпоху». И по приглашению к властного бюро ЮНЕСКО в Алматы 30 апреля 2021 года также была у нас представлена. А с чего это все началось? Вот я представлю небольшую информацию. Вы знаете, что ЮНЕСКО – это большая организация, которая продвигает культуры, образование, науку во всем мире. И в каждой стране должны были в сторону, должны функционировать национальные комитеты по программам ЮНЕСКО, в частности, информация для всех. Основной целью программы «Информация для всех» является способствование перехода информационного общества к обществу знаний. И вот мы привержены этой тенденции, и вот в нашей стране с 2007 года под эгидой Узбекского агенса «СИА-Информация с начала 2012 года» под эгидой «Национальной бюроцейки Узбекистана» и с 2019 года под эгидой «Агенса информации и массовой коммуникации», в которой они сейчас работают, был создан такой национальный комитет «Информация для всех». И вот начиная с 2012 года, в то время я начинала работать в Национальной библиотеке Узбекистана, как методист, как молодой специалист, мы вот начали работать, скажем так, по направлению продвижения информационной и медиакультуры. Также вот вторая международная организация, которая занимается этими вопросами в продвижении идеи информационной и медиакультуры, это ИФЛА Международная федерация библиотечных ассоциаций. С 2021 года Национальная библиотека Узбекистана является членом ГИФЛА от Республики Узбекистан, представляя республику в этой международной значимой организации. И когда, как методиста, мне сказали, что вот у нас есть две международные организации, и вот нужно было разобраться, в каких направлениях эти организации работают, и как можно было связать это с медийной информационной грамотностью. Хотела сказать, что я благодарна представительству ЮНЕСКО в Узбекистане, потому что вот Санжара Алоярова, Татьяне Трудоевы, которые 2012 года приглашают Национальную библиотеку на форумы по медийной информационной грамотности, организуемой совместности с Министерством народного образования. Я участвовала в течение двух лет в таких форумах. Эти форумы собирали всех специалистов по республике, и каждый специалист, каждая область представляли свои методики по формированию, по продвижению идей медийной информационной грамотности. И как методист мне было полезно участвовать в этих тренингах, но в течение двух лет уже можно было сформировать определенную свою позицию, и по окончании второго тренинга нашим руководством я подготовила информацию, и было предложение передано в ЮНЕСКО, что у нас нет единой методики в республике понимания, что такое медийная информационная культура, медиограмотность, как ее можно продвигать в библиотеках. И поэтому было передано на предложение в ЮНЕСКО создать такую единую концепцию по республике, чтобы в каждом регионе не было другого понятия, а была единая концепция. Поэтому мы попросили представителей, вот в то время главой представитель в ЮНЕСКО в ЮНЕСКО в ЮНЕСКО, была уважаемая госпожа Бриста Беккикаш, которая поддержала нашу инициативу, и с ее легкой руки вышли на международных экспертов Наталья Ивановна Ельзина и Елена Костолапова как раз в то время, когда у них вот этот курс только-только был готовым, то есть он был актуальным, свежим, на протяжении многих лет он таким и остается. И буквально мы узнали, что есть такие ученые, ведь хорошие международные эксперты, которые в свою очередь создали уже эту концепцию, то есть они предлагают миру идеи ЮНЕСКО и ИФЛО, объединенный в их учебно-методический комплекс основной информационной культуры школьников. И вот, начиная с 2015 года, первый раз Наталья Ивановна к нам приехала на 10-м международную конференцию в Центр-Алайфе. Это вот как раз у нас, скажем так, стол переговоров, вот этот Санджат Лояра с левой стороны Натальи Ивановна, я и замдиректора национальной зоотеки Утихистана на тот момент Ишматович Анаркадилович. После выступления Натальи Ивановны на финальном заседании мы ее, как говорится, окружили вниманием своим, вопросами своими. И вот за этим столом, скажем так, рождалась концепция и подтверждались наши намерения запустить уже такой большой проект в Утихистане. И у нас получилось формировать проект действительно очень достойный, очень обширный. Это формирование информационной культуры и медийной информационной грамотности библиотеки Утихистана, который продолжается с 2015 года. В 2019 году он был закончен, потому что все обязательства по этим проектам мы выполнили. Но я написала 2021 год, потому что будет сегодняшнее наше подключение. Это является логическим продолжением нашего проекта, потому что мы хотим поделиться своим опытом, опытом Натальи Ивановны и брить уже на страны Центральной Азии. Основные этапы проекта Натальи Ивановны уже перечислены, но с точки зрения своего видения я представляю это как подготовка тренеров в цели подготовки кадровой базы, где необходимо практические рекомендации по вопросам информационной культуры и медиаграмотности. Адаптация рабочих луков, практического руководства и презентации к урокам. Проведение тренеров пятигневных ТОТ по областям республики. То есть у нас сейчас подготовлено сертифицированных ННС 70 тренеров, у которых, условно говоря, есть лицензия на проведение таких пятигневных тренингов уже в дальнейшем. То есть у нас есть командовая реализация и есть видение, как мы это можем расширять в дальнейшем по республике. А на четвертый этап, четвертый и пятый этап, это у нас сейчас в процессе, потому что мы хотим создать мультимедийный ресурс, то есть видеоуроков для библиотекарей по данному учебно-металлическому посольству. То есть у нас, условно говоря, 150 будут видеоуроков, на которых уже Министерство народного образования нам сделало запрос. Их, скажем так, они подтвердили готовность в дальнейшем прослевывать их на образовательных каналах республики. То есть вы знаете, 2020 год, это год пандемии, когда все обучение проходило у нас в условиях онлайна. У нас в Республике был запущен такой образовательный канал в Министерстве народного образования. И там есть уроки именно для школьников, преподавались различные предметы по расписанию. И вот у нас есть договоренность уже с Министерством народного образования Узбекистана, что этот курс, когда у нас будут готовы видеоуроки к каждому классу, то они запустят эти видеоуроки на телеканалы образовательных искусств. И вообще моя мечта, пятый пункт, создание библиотеки на сети по информационной культуре и медиограммах на портале Национальной библиотеки Узбекистана в составлении гибернатического указателя информационной культуры и медиограммах на специалиста. У нас сейчас Национальная библиотека является единственным центром по повышению квалификации и переподготовке библиотечных сотрудников. Сейчас на данный момент мы формируем учебный курс, который будет читаться на курсе повышения квалификации и переподготовки кадров библиотечных. И данный курс будет читаться также к вопросу к тому, что в этом году мы также приглашаем студентов четвертых курсов администратуры. Вот после обеда у нас продолжаются сессии уже в офлайн-режиме именно с нашими студентами, будущими специалистами, потому что в дальнейшей нашей шаге это будет адаптация и перевод на английский язык именно пособия для грузов, потому что есть очень большая потребность в понимании, то есть у нас есть и почка с первого по девятый класс, мы делаем с него видеологи и продолжаем уже готовим пособия для студентов, которые будут обучаться на факультете Ташкентского института культуры. Сейчас вот подготовка тридеров, как Наталья Ивановна сказала, у нас готовых 70 библиотекарей, условно говоря, и преподавателей, и 150 адаптированных, переведенных на английский язык уроков. Данное пособие, вот оно выпущено, вернее, весь дизайн, дизайн тоже очень современный, потому что вот в каждом уроке есть такая отсылка на слайд, то есть в рамках учебного пособия, можно включить презентацию в каждом уроке, есть отсылка на презентацию, это нам подготовил научно-методический и взаимодействий с темпом Кипу-Чи, и данное пособие у нас распечатано в цифрах национальных засеках Тахистана. С правой стороны вы можете увидеть этот катакол ученого совета при Министерстве народного образования, который нам дал, скажем так, зеленый свет на продвижение учебно-методического конкурса и использование его на годноурочных занятиях в школьных библиотеках, в школах и так далее. И вот хотелось бы свое выступление закончить таким вот слайдом, что хотелось очень преемственности, потому что действительно курс уникальный, и в мире такого курса нет. Вот Наталья Ивановна выступая на различных конференциях и участвует я тоже на различных конференциях, идет разговор просто, что давайте нужно создать вот какую-то единую концепцию курса. Вот ЮНЕСКО в 2011 году создало концепцию и свое видение ситуации. Наталья Ивановна в 2014 году поняла эту концепцию, адаптировала под условия Российской Федерации, создала учебно-методический комплекс основной информационной культуры школьника. В 2019 году наша команда реализовала этот проект в Викстане. Поэтому очень надеемся, что в 2022 году, что из наших уважаемых участников найдутся энтузиасты, которые поддерживают эту идею и продвинут эти знания у себя в стране. В свою очередь, я хотела бы пожелать удачи нам всем, потому что это очень важная тема на сегодняшний день. И хотела бы пригласить, вот у нас в мае месяце, в рамках опять-таки Центральной Азиации нашей конференции, будет уже проводиться пятидневные тренинги. Мы планируем проведение пятидневных тренингов уже в оклайн режиме, то есть в течение пяти дней нужно полностью погружение специалистов в эту тему. Поэтому я приглашаю наших специалистов, которые заинтересованы, которые готовы быть основателями этого проекта у себя в стране, готовы быть тренерами в дальнейшем, тренерами, со-тренерами и координаторами по адаптации и переводу. Мы готовы поделиться своим опытом и всеми необходимыми знаниями. На этом я хотела бы закончить свою презентацию и передать слово своему тренеру, хирурговому Домену Шарману, который тоже немножко расскажет о вопросах по адаптации. Добрый день, дорогие участники. Наталья Ивановна, огромное спасибо за такую презентацию. Я буквально пару слов хочу сказать, что эта работа, прежде всего, это не перевод на язык, в котором вы хотите, это огромная творческая работа и адаптация уникального, я считаю, это нечемно-натомического комплекса, который был создан в этом, кому-то наталья Ивановна. И насколько это большая работа, которая занимает еще и, знаете, демонстрацию и использование культурных ценностей, в данном случае, угреческого народа. Огромное использование огромного нашего наследия, литературного, что касаемо произведения искусства и так далее. То есть это не русская информация, не просто инфекционная культурная, но мы еще не понимаем культуру вообще. То есть мы таким образом, благодаря вот этим урокам, мы прививаем нашему будущему поколению любовь к родине, любовь к литературе, любовь к своему народу, к патриотизму и так далее. То есть я хочу сказать, что если в дальнейшем наши коллеги из других стран захотят тоже провести такую работу, я хочу сказать, что это будет не просто адаптация или перевод учебно-инфекционного комплекса. Но это еще и будет большой труд, который потом обязательно вашим будущим поколениям, вашим детям помогут социализироваться, жить и сохранить в этой такой современной, да, айтин-технологии, матрасы, кейтер, но это все такое. Но все же наши дети вот таким, благодаря этому уроку, смогут еще и сохранить любовь к своей родине, культуру, литературу, особенно сейчас мы будем говорить о неоплодимости формирования духовного чтения и так далее. То есть это очень большая работа, которая имеет очень много направлений. И таким образом вот мы тоже 6 лет, занимаясь вот адаптацией, переводом этого учебно-инфекционного комплекса, пришли к выводу, что мы не зря начали это делать. И чем дальше, тем актуальнее эта тема, тем необходимее, потому что наше поколение, наши дети, они очень зачастую сейчас забывают вообще, что такое ценность, что такое доброта, что такое любовь, что такое верность и так далее. То есть благодаря таким урокам, благодаря таким курсам мы сможем сохранить наши, так сказать, человеческие ценности и культуру, ну и иметь очень важные качества для человека. Поэтому большое спасибо Наталье Ванну за то, что благодаря вам мы смогли адаптировать и сейчас уже внедряем в нашу работу этот курс. И благодаря вам, в вашем руководстве, и надеемся, что на следующий год мы будем наконец-то встретиться и проводим наши работы в наших годах. Спасибо большое. Сейчас у нас начинается сессия вопросов и ответов и открытий дискуссий. И я бы хотела в первую очередь предоставить слово Сергею Карпову, получательного отдела коммуникации, информации классного уголовного юридического матрия. Сергей, пожалуйста. Уважаемые коллеги, очень рад всех вас видеть. И я сейчас работаю с чатом. Как вы, наверное, заметили, пишу большое количество разных комментариев. Вот в реальном времени реагирую на то, что говорят наши уважаемые тренеры. И хотел бы, конечно, поблагодарить Веронику Ахмедову и руководителя отдела развития информационно-библиотечной сферы Агентства информации массовых мероприятий при администрации президента Республики Узбекистан за именно управленческий компонент к этому проекту и за то, что она привлекла внимание Бюро ЮНЕСКО Ташкент и Бюро ЮНЕСКО Валматы в эту общую работу. Конечно, сейчас мероприятие проекта формирования профессионально-медийно-информационной компетенции специалистов Центрально-Азиатского региона очень-очень актуально. И глобальная неделя медийно-информационной грамотности, которая проходит прямо сейчас, ну, точнее, она две недели назад прошла, ну, с конца октября, с 21 по 24 по 31 ноября, по 31, ну, по сути, по 1 ноября. Каждый год она проводится. И в этом году неделя медийно-информационной грамотности посвящена ценности медийно-информационной грамотности как правый человек, как тому, что медийная информационная грамотность работает для всех. Она и для детей, и для взрослых, для подрастающего поколения молодежи и для каждого из нас. Сейчас прошли мероприятия в вузах, библиотеках, школах, на медийных площадках во всех странах Центральной Азии. МИК не только обсуждалась, но и практически воплощалась в различных проектах. Участники формировали вот самые разные предложения, и некоторые вузы, например, университет Назарбаева, реализуют социальные проекты и поддерживают тематику МИК. Мы очень рады, потому что ресурсов ЮНЕСКО недостаточно, чтобы покрыть весь регион. Для примера я скажу, что весь бюджет ЮНЕСКО по всему миру равен бюджету одного университета европейского. Представляете, что если вы ожидаете, что сейчас один университет решит проблемы всех стран по всем направлениям, то это, конечно, заблуждение. Нам нужно работать сообща для того, чтобы привлечь внимание больших доноров. И ЮНЕСКО в этом плане, конечно, вам очень может помочь, работая совместно с Европейским Союзом, совместно с большими фондами, такими как Американская программа развития, программа, предоставляемая Российской Федерацией, и многими другими партнерами в этой сфере. Поэтому вот то, что наша многонациональная сегодняшняя встреча собралась здесь, и мы обсуждаем, что же нам делать в этой связи. Ну, вот я как раз хотел продемонстрировать, что, например, университет Назарбаева поддержал проект САОАТЫКИШЕЛЕК, это на Казахском, по поддержке школьных библиотекарей, учащихся Акмолинской области, вовлекая в миг учащихся с инвалидностью из 120 школ. Вот я думаю, здесь нам нужно искать точки соприкосновения. Порядка 100 школ, даже больше 100 школ были поддержаны в Кыргызстане. Но я думаю, сегодня будет возможность нашим кыргызским коллегам выступить, и хотелось бы, чтобы не только я об этом поговорил. Но в то же время я хотел бы обратить ваше внимание, что по прошествии 10 лет с момента того, как была запущена первая учебная программа по медийно-информационной грамотности, произошла значительная цифровая трансформация. И она развивается стремительными темпами. Количество людей, которые пользуются интернетом, возросло с 3,2 миллиарда человек в 2015 году до 4,6 миллиарда. То есть, представляете, на почти полтора миллиарда человек в 2020 году, это 32-процентный рост за последние 5 лет. Количество производимого контента увеличилось за одну минуту кратно. То есть, мы видим огромный рост на мобильных устройствах, на самых разных источниках. И молодежь, и взрослые воспринимают информацию и медиа. В этой связи компетенции МИК, учебные программы и стратегии МИК в странах Центральной Азии играют самую значительную роль, особенно учитывая тот кризис информации и медиа, вызванный пандемией COVID-19. Обучение детей и взрослых критическому мышлению с одновременным уважением, традициям и культурам народов региона Центральной Азии – это крайне необходимый подход. Здесь мы полностью поддерживаем уважаемую Наталью Ивановну Гендину и Елену Витальевну Косолапову, а также Веронику Ахмедову и Шадманову Фирузу, а также Санжербека Аллоярова, Татьяну Трудолюбову. И благодарим всех вас за то, что вы делаете в Узбекистане. Для нас вы очень хороший пример. Я хочу всех поблагодарить за участие. Просто хотел сказать, что в чат я сбросил различные ресурсы. И когда Наталья Ивановна давала свою презентацию, я потихонечку показывал ссылочками как раз эти ресурсы. Вы можете скачать и использовать их. У нас также других много ресурсов, но все за 5 минут не охватишь. Хотелось бы выслушать других участников. Я желаю всем плодотворной работы. Большое спасибо за ваше внимание. Всем хорошего настроения. Спасибо большое. Мы очень надеемся на вашу поддержку. Но, в свою очередь, на месте тоже не сидим. Как говорится, логотками работаем. Поэтому я думаю, что совместными усилиями у нас получится действительно создать такую платформу именно по Центральной Азии по обучению для школьников. Прежде всего, основной информационной платформы школьников. Чтобы у нас было как-то единое понимание, единый подход к этому вопросу. Я полностью поддерживаю вас. И здесь я должен сказать, что я уже в комментариях написал, что я полностью поддерживаю предложения Ташкента, Узбекистана. Ваши лично, уважаемая Вероника. И поддерживаю также предложения со стороны наших кыргызских коллег, которые немножко, может быть, ревнуют, что как замечательно в Узбекистане идет поддержка библиотечных работников, а в Кыргызстане такой работы нет. Ну почему? И здесь тоже их можно понять. И я также поддерживаю все это. Спасибо вам большое. Я бы хотела предоставить слово, поскольку я знакома с Бульнар Асанбаевой. Это региональный консультант Интерньюз по медиаграмотности, кандидат в логических наук и доцент, представительство организации Евроньюз в Казахстане. Бульнар, вы с нами? Конечно, с вами. Как я могу быть без вас? Такое замечательное событие. Мы вас слушаем, очень рады видеть. Я хочу выразить глубочайшее удовлетворение от того события, на которое вы меня пригласили. Это великолепная работа, систематическая, с 2015 года, поэтому такие устойчивые результаты. И я также счастлива, что наконец я могу видеть, хоть и виртуально, Наталью Ивановну Гендину, работы, которые мне хорошо известны, давно уже. И я думаю, что спасибо, что мы встретились на таком замечательном событии. Думаю, что у нас есть, в общем-то, все для того, чтобы наладить наше сотрудничество. Я представляю Интерньюз. Мы работаем, конечно, с участниками из Узбекистана, мы приглашаем их на онлайн-тренинги, на Эдьютон. У нас реализовано несколько проектов удачных по медиаграмотности, в том числе по созданию контента по медиаграмотности, по обучению школьников в онлайн-формате. Но есть определенные сложности работы по нашим проектам, но видя, насколько плодотворно вы сотрудничаете с российскими коллегами и создание такого учебного пособия для учеников с первого по девятый класс, как я поняла, я могу только радоваться. Недавно на конференции в Бишкеке, на второй центрально-азиатской конференции, мы как раз виделись с представителями Министерства народного образования и замечательными тренерами, экспертами по медиаграмотности. Я могу только приветствовать то движение, которое вы начали. Вы молодцы. Я хочу сказать, что в свою очередь в Казахстане создан учебник для старшеклассников по медиаграмотности. Он даже одобрен центром учебник. Однако министерство решило ввести медиаграмотность в восьмом классе, учитывая, что старшеклассники заняты подготовкой к сдаче ЕНТ. И мы в сотрудничестве с Национальной академией образования составили учебную программу для восьмого класса с учетом всего того лучшего, что сделано или достигнуто сегодня в наших постсоветских странах. Мне очень понравилась мысль Натальи Ивановны об адаптации учебных ресурсов, которые служат для нас как бы образцом для реализации в наших странах. И я хочу сказать, что интернет сейчас как раз находится на пути разработки нового учебного пособия для восьмого класса. Предмет медиаграмотности введен как предмет по выбору в курсе предмета, предмет общего предмета глобальной компетенции. Я думаю, что все наши будущие конференции, а мы планируем очень большую конференцию международную, и хотим провести ее оффлайн в конце мая и июня будущего года. Она обязательно пройдет с вашим участием, потому что ваш опыт, такое хорошее сотрудничество. У вас действительно, я бы сказала, такой особый узбекский путь. Когда мы в 2019 году проводили исследование медиаграмотности в Узбекистане, в центральноазиатских странах, это Таджикистан, Казахстан и Узбекистан, Узбекистан это единственная страна, где в качестве источника информации респонденты отметили библиотеки. Я думаю, что это очень показательно. Очень показательно, потому что в остальных случаях это были социальные сети и другие источники. Я думаю, что это показатель вашей работы по участию библиотек в развитии или в продвижении медиаграмотности среди школьников и студентов. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Хочу поблагодарить еще раз Вероника, но мы с вами в определенной степени уже знакомы. Это наша не первая с вами встреча. Рада была увидеть Фирузу. Я думаю, что вы можете также участвовать и в проектах, которые продвигает интерньюс по развитию медиаграмотности в центральноазиатских странах. Мы всегда, вот я видела здесь Ивана Печищева, это тоже очень приятно, потому что очень многое, вклад, который сделал Иван Печищев для развития медиаграмотности в наших странах, он неоценим. Я сама была участником одного из его тренингов еще в 2018 году. Поэтому я думаю, это не просто интерес, это желание помочь и скооперироваться в продвижении нашего общего благородного дела. Еще раз огромное спасибо за приглашение. Спасибо большое, Ваня Муинар. Я очень рада вас видеть. Я бы хотела предоставить... Ну, если вы рады меня видеть, я даже могу включить камеру. Ну, я такая вся в работе, вся такая занятая. Ана, да, пожалуйста, это кто-то может, Сергей, вы можете посоветовать, просто я не настолько близко знакома, кто может выступить именно с информацией по Кыргызстану. Кого можно сказать? Здесь находится с нами Айжан Кадыралеева. Если, Айжан, вы меня сейчас слышите, дело в том, что она курирует проект... Айжан, вы слышите? Да, добрый день, коллеги. Мне очень приятно также находиться сегодня на мероприятии. Меня слышно, да? Да, да, да. Буквально пару слов. Хотелось бы рассказать о том, какие мероприятия сейчас в Кыргызстане реализуются по медийно-информационной грамотности. Вот буквально Сергей сказал, что на прошлой неделе, где-то две недели назад у нас в рамках недели глобальной медийно-информационной грамотности состоялось мероприятие в Кыргызстане, так скажем, на национальном уровне, где были собраны представители медиа-сообщества, представители нашей центральной телерадиокорпорации, радио, значит, средств массовой информации, да, общинных средств массовой информации, то есть все заинтересованные стороны для обсуждения проекта стратегии медийно-информационной грамотности на институциональном уровне, то есть для конкретного учреждения, так скажем, для центральной телерадиокорпорации КТРК. На базе тех публикаций по медийно-информационной грамотности по политике и стратегии, есть публикация ЮНЕСКО по медийно-информационной грамотности по разработке стратегии. На базе данного руководства происходило обсуждение всех заинтересованных сторон, пришли к консенсусу и решили разработать вот такой проект. В настоящее время сейчас идет валидация данного проекта стратегии, то есть мы получаем обратную связь от тех участников, которые, во-первых, участвовали на семинаре, те, кто не смог присутствовать на семинаре, мы получаем в режиме онлайн, оффлайн присылают нам свои комментарии, да. Также данный проект стратегии будет висеть на веб-сайте ЮНЕСКО АМАТЫ, вы также можете получить доступ к этой стратегии, просмотреть, если есть интерес, прокомментировать. Также хотелось бы отметить, что у нас есть второе направление по медийно-информационной грамотности, где мы работаем с вузами Кыргызстана по адаптации и публикации медийно-информационной грамотности для факультетов журналистики. Это та публикация, которая была подготовлена в рамках проекта ЮНЕСКО в Узбекистане. Значит, наши коллеги из Кыргызстана, получается, взяли данную публикацию, адаптировали ее под наш контекст кыргызский, добавили свои кейсы, примеры. И также данная публикация сейчас проходит обсуждение, то есть валидацию, так скажем, общественной консультации. Она была представлена на данном семинаре, в расширенном составе мы представили данную публикацию. И также хотелось бы сказать, что в рамках других мероприятий, которыми частью была ЮНЕСКО, так скажем, мы выступали и принимали участие. Центрально-азиатская конференция недавно происходила по медийно-информационной грамотности в Кыргызстане 15-16 октября. И в рамках данной конференции также были представлены кейсы по Кыргызстану и то, что делается на уровне среднего школьного образования. Но об этом, вот спикер выше уже об этом упомянул. При поддержке Центра, поддержке СМИ были разработаны медиа-собак, значит, электронная платформа, на которой размещены в настоящее время уроки по медийно-информационной грамотности. Да, в чате вы можете увидеть ссылочку на медиа-собак, это медиа-урок для тех, кто не знает, что такое собак. И я, спасибо, Айжан, дело в том, что вот Кыргызстан характеризуется разнообразием, плюрализмом средств информации. Именно там, в этой стране имеется 25 общинных мультимедийных центров и радиостанций, которые признаны государством, которые поддерживаются государством и участвуют в процессе развития страны. Также имеется общественная телерадиовещательная корпорация Public Service Broadcasting. То есть, ну, она носит традиционное название КТРК и, ну, прижилась с советского времени, но по сути она имеет общественный совет и общественный совет определяет политику и стратегию. По сути, это первый случай, когда политика и стратегия МИК внедряются в одном из учреждений, но учреждение имеет общий национальный характер. То есть, в принципе, вот та стратегия, которая будет разработана, она станет примером для других учреждений с тем, чтобы институционализировать медийную информационную грамотность, с тем, чтобы сделать ее устойчивой. Если каждая школа, каждый вуз, каждое учреждение, библиотека создаст свою собственную стратегию, институциональную стратегию, это даст возможность вне зависимости от ротации кадров, от того, что люди приходят, уходят, сделать этот процесс медийной информационной грамотности устойчивым в условиях больших-больших технологических изменений. Вот мы бы хотели объединить с одной стороны программы медийной информационной грамотности, учебные пособия, о которых говорили наши предыдущие спикеры, с процессом устойчивости и создания институциональной структуры в Центральной Азии. Ну, это вот такое краткое обобщение. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый Сергей, уважаемая Анатольевна. Вы решите предоставить слово Таджикистану. У нас присутствует тоже Каримова Александра, это специалист по медии информационной грамотности из интервью в Таджикистане. Александра, пожалуйста, вы с нами? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня слышно? Да, 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 все отлично. Не видно и слышно. Спасибо. Здравствуйте. Я хотела сказать огромное спасибо за такую обстоятельную, интересную презентацию. Мне очень приятно было сегодня присутствовать на этой сессии. Очень интересно узнать об опыте коллег из Узбекистана в вопросах продвижения медиаграмотности. Что я могу сказать по Таджикистану? Мы работаем вместе с Бульнаром Асанбаевым, который сейчас уже говорил, и, конечно, мы придерживаемся единой стратегии по развитию медиаграмотности в регионе. Что мы можем сказать по опыту развития медиаграмотности в Таджикистане? В этом году, летом этого года, мы закончили работу над большим пособием по медиаграмотности для преподавателей университетов Таджикистана. Это большая книга. Изначально она была создана на русском языке коллегами из Казахстана и Украины. Мы эту книгу, это пособие, адаптировали и перевели на таджикистский язык. Как раз, как говорили коллеги из Кемерово, мы не просто перевели это пособие, а адаптировали под медиасреду и адаптировали его для преподавателей из Таджикистана. То есть использовали все примеры из медиасреды Таджикистана. Также в нашем пособии есть данные социологических исследований, которые помогли бы нашим преподавателям преподавать медиаграмотность. На данный момент пособие уже используется в восьми университетах. Мы распечатали 50 копий этого пособия. На данный момент мы активно продолжаем распространять и проводить презентации этого пособия среди преподавателей вузов. Также есть еще электронная версия. Мы ее в скором времени разместим на нашем сайте, чтобы любой желающий мог в любое время воспользоваться пособием. Кроме этого, мы разработали три дополнительных модуля для нашего пособия по критическому мышлению, и теориям заговора, и фактчекингу. То есть пособия будут расширяться, дополняться, данные социологических исследований будут обновляться, поэтому на данный момент у нас есть вот такое хорошее пособие для преподавателей. Что касается других проектов, конечно же, мы тоже участвуем, проводим ежегодный конкурс «Идиотон». В этом году мы поддержали 10 проектов. 10 проектов. Каждый проект направлен на разные аудитории. Мы работаем как и с детьми. У нас есть, например, детский сериал в медиаграмотности. Также у нас вышли первые комиксы по медиаграмотности. То есть проектов очень много, проекты интересные. Мы стараемся, чтобы они были разноплановые и для разных аудиторий. Кроме этого, у нас есть два дома медиаграмотности в Худжанди и в Хароге. Это два разных региона нашей страны. В этом году мы планируем открыть еще один дом медиаграмотности в Душанбе, в столице Таджикистана. Поэтому работа идет. Мы будем очень рады сотрудничать и осуществлять какие-то совместные проекты. Мне очень понравилось пособие, которое вы адаптировали. Я надеюсь, у нас однозначно есть преподаватели, учителя, которые могли бы заинтересоваться этой темой. Если их сегодня нет, я обязательно расскажу о вашем проекте. И я думаю, мы сможем осуществить подобные проекты в Таджикистане. Мне бы очень хотелось. Спасибо. Очень большое, уважаемый Александр. Замечательную работу проводите у себя в республике. Мы очень рады вашим успехам. И вот данную видеозапись мы также, я разошлю всем участникам нашей конференции, чтобы у вас была возможность тоже именно донести до интересованных будущих участников, может быть, тренинг. Потому что каждая республика в своем направлении для журналистов, для преподавателей, для блогеров делает шаги. Вы начали с самых маленьких, Наталья Ивановна. Вы начали с первого класса, то есть с первой по девятой класса. Именно когда время формирования, именно всего понимания, начало всему образованию в дальнейшем. Поэтому я буду очень благодарна, если представитель каждой из стран тоже вот в марту, в апреле месяц, если у нас формируется группа именно заинтересованных в проведении тренинга пятидневного, и мы будем со своей стороны тоже искать возможности, чтобы как-то часть расходов может быть понести за них, там, где два человека от республики, может быть, как-то гостиница может способствовать. То есть нам важно сформировать именно такую команду, которая уже сертифицирована, будет иметь сертификат ЮНЕСКО на дальнейшее подвижение программы именно для школьников. И я очень хочу поприветствовать специалистов у нас из Российской Федерации, потому что у нас было наявлено тренинги по Центрально-Азиатскому региону, но у нас очень, я рада сказала, у нас была обратная связь от специалистов из России. Поэтому я вот, к сожалению, пока еще не знакома, но очень хотелось бы познакомиться с Китиневой Ириной Геннадьевной. Это доцент капель в журналистике, тютор программы медиа-образования Новосибирского государственного педагогического университета. Наталья Ивановна, это ваши буквально соседи, Новосибирск. Поэтому, Ирина Геннадьевна, если вы с нами, разрешите вам тоже предоставить слово. Также у вас, по-моему, заявлены два магистранта, которые тоже участок нашей видеоконференции. Наталья Геннадьевна, Ирина Геннадьевна Китинева, если вы с нами, пожалуйста, подключитесь. Нет. А Новосибирского государственного педагогического университета кто-то есть? Из студентов, может быть, магистрантов? Есть, есть. Есть. Коршунова. Так, сейчас, минуточку. Коршунова Мария, Марина Евгеньевна. Учитель района Касов, да, город Новосибирск. Пожалуйста. Марина Евгеньевна, слушаем вас. А я не готова к ответу. Простите. Нет, нет, просто мнение о нашем тренинге. Скажите, пожалуйста, может быть, ваше направление, да, ваше мнение о тренинге. Ну да, как учителю начальных классов мне было полезно услышать ваш опыт работы. И, несомненно, некоторые идеи я возьму с собой. Я уже себе ссылочки все открыла, посмотрела. Полезная информация. Спасибо за это мероприятие. Спасибо большое. Ну, у нас, в принципе, мы, как говорится, свой организационный я левит исчерпала. Я прошу, уважаемые участники, кто хочет высказаться от себя, пожалуйста, можете высказаться, пару слов сказать о вашем тренинге, по желанию. Из Узбекистана также есть подключение, пожалуйста, может быть, скажете. Сейчас, в первую сторону, но в узбекском языке небольшое отступление сделает. Спасибо. Спасибо. Все стеснительные у нас собрались. Наталья Ивановна, вот я вас вижу, вы в центре внимания моего экрана. Можно пару слов? Можно тоже. Да-да-да, пожалуйста. Добрый день всем участникам. Я Тажан Фурмет из Кармахского государственного университета, доцент кафедры журналистики. Я просмотрел весь ссылочку вашу, мне очень понравилось то, что сделано с вашей стороны, с киргизским сайтом тоже ознакомился. Мне бы хотелось узнать, да, такое мнение у меня, вот, как бы вопрос, можно сделать так, юниверска может поддержать проект по медиограмотности на кармахском языке для молодежи Кармахстана? Спасибо. Спасибо. И вопрос, да, Наталья Ивановна, помните, да, в последний тренинг у нас были слушатели из Карамахстана как раз, и вот Кирос Кударина предложила уже перевести, также сделать на кармахский язык, потому что он у нас тоже очень используется в Киргизане, у нас автономная республика Карамахстан есть. Поэтому спасибо вам большое за такое предложение, за такой вопрос, мы его обязательно будем рассматривать. Разрешите я? Пожалуйста, тоже разрешите. Да, 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 пожалуйста, вы. Дело в том, что на каракалпакском языке вышло учебное пособие для журналистов, медиа-информационная грамотность и журналистика. Я очень рекомендую вам найти, может быть, по-русски в гугле вы найдете и на нашем сайте. На каракалпакском имеется это учебное пособие. Насколько мне известно, есть целый ряд других публикаций на каракалпакском. Обращаю внимание ваше, что с 2022 по 2032 год будет десятилетие языков коренных народов. Сейчас ЮНЕСКО на генеральной конференции, которая проходит прямо сейчас, именно утверждает новую программу и стратегию, в которой вопросу многоязычия уделяется огромное внимание. Это означает, что медийная информационная грамотность должна преподаваться не только на узбекском, казахском, кыргызском, русском языках, но также на языках малочисленных народов, других народов, которые традиционно не имеют такого большого количества материалов. Поэтому ваше предложение по каракалпакскому региону, оно актуально и оно как раз входит в рамки десятилетия языков коренных народов. Спасибо за внимание. Еще хотел добавить, что новая учебная программа, после того, как 10 лет прошло уже, 10 лет спустя, новая учебная программа ЮНЕСКО включает цифровые навыки. Гульнар, пожалуйста, вам или кто хотел сказать? Будьте добры, можно слово? Можно слово? Да, пожалуйста, давайте я после вас, Асима. Да, меня зовут Асима Калимовна Ишанова, я профессор Евразийского национального университета, в городе Нур-Султан, как вы знаете, наш университет расположен, работаю на факультете журналистики. И мы сегодня, благодаря нашей заведующей кафедрой, подключились к вашему замечательному медиафоруму. Он меня очень заинтересовал. Я просто даже не знаю, видимо, мы сами виноваты, что мы не знали о том, что есть такое сообщество великолепное. Я очень много полезного для себя услышала. Я подключила своих дипломников, докторантов, магистрантов. Вот кто сейчас из них смог, они подключились. Поэтому, конечно, я бы хотела, я желаю вам дальнейшей плодотворной работы организаторам, и презентации были замечательные, большое вам спасибо. Вот в самом начале я, например, услышала, что для меня очень полезно, чем, так сказать, копифаст отличается от копирайтинга. У нас были дискуссии с магистрантами и студентами об этом. Вот, ну, вы знаете, сейчас очень много, конечно, мы живем в информационном обществе, причем в эпоху постмодерна или, так сказать, постпостмодерна. И все это очень интересно. Поэтому я бы хотела выразить такое пожелание. Мы хотели бы с вами тоже сотрудничать. У нас есть достаточно много наработок на эту тему. И как можно было бы это осуществить? Есть замечательные, очень талантливые докторанты, магистранты, преподаватели. Как это можно было бы с вами сотрудничество, так сказать, ну, начать? Потому что я вот даже не знала о такой возможности. Спасибо большое за ваше мнение. Такое открытое, доброе. У нас, я повторюсь, в данном виде запись осуществлялась в доме. Также участникам я передам записи нашей видеоконференции. И также вот кто вас рекомендовал, да, у них есть контактные адреса наши. И мы можем тоже сотрудничать и посмотреть знания нашего сотрудничества. Спасибо вам большое за ваше мнение, за ваше участие. Гульнар, пожалуйста, вам заключительное слово. Спасибо. Спасибо. Я хочу... Мне очень понравилось предложение или просьба о том, о проектах для молодежи в Каракалпакстане. Это регион нашего повышенного интереса. Мы даже давали дважды грант определенным участникам нашего идиотона. Но, к сожалению, проекты не были осуществлены. И я была бы счастлива, если вы дадите нам заявку, Курмет. Значит, объявление скоро выйдет. Дедлайн до 20 декабря. На каракалпакском языке в первую очередь будут поддержаны проекты. Мы только за. У нас есть, я сказала, каждый год мы проводим эдютон. И участники из Узбекистана могут подавать туда заявки. Значит, вначале мы объявляем конкурс на проекты. Вот там пять направлений. Значит, я сюда в чат разместила свой телефон. Но я хочу сказать, заявки буду не только я рассматривать, будут рассматривать жюри, независимые, из трех стран. Поэтому, если у вас такое желание есть, пожалуйста, участвуйте. Спасибо большое. Тажана, Курмет, я вижу, что вы подключились. Вы слышали о такой возможности. Поэтому мы будем активно использовать, активно продвигать среди библиотекарей. Вот я обучаюсь за библиотекарей, потому что наше агентство именно занимается по библиотечному направлению одной из них. Но также у нас с журналистами, блогерами и пресс-секретарями. Но именно направление по библиотекам осуществляется в нашем отделе. Поэтому спасибо большое за такую возможность. Я благодарю всех участников. Спасибо вам огромное за такую целеустремленность, за такую открытость, активность, за дальнейшую готовность продвигать вот идеи в ваших странах. Еще раз благодарю кластерное бюро ЮНЕСКО Сергея Харпова. Большой привет передавайте уважаемой госпожей Крисе Пикат, которая с ее именно до легкой руки в 2015 году начался наш такой замечательный проект. Поэтому ей большой привет передавайте. Также благодарю Аллату Масанджару Алоярову и Татьяну Падалюву за ее терпение, за их терпение, поддержку. Работая с нами тоже, как говорится, с нами договориться сложно, но можно. Вы готовы идти на уступки. Спасибо вам большое, Наталья Ивановна, Елена, уважаемое вам здоровье, всего благополучия. Уважаемые участники, мы на связи. Я также вышлю список участников нашей сегодняшней сессии. Вам на электронные почты, видеозапись нашей конференции. Будем на связи. Наше время онлайн-сессии заканчивается. Сейчас вот у нас уже готовы специалисты, которым мы в оффлайн-режиме уже будем продолжать нашу работу. И будем очень ждать вас всех в оффлайн-режиме в мае месяце у нас в Ташкенте, Солнечко. Всего вам хорошего, здоровья, всего доброго. До свидания. До свидания. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Всего самого лучшего.